12 августа 2024 год по поводу опять же курска напрасно пошли стачивать бригады элитные ребят восьмидесятка я в четырнадцатом году был 92 я с восьмидесяткой под луганском луганская тэц нормальная крепкая штурмовая бригада стачивать ее подработина сейчас механизированный стачивать ее подработина блин у нас здесь бандажах подумать это лучше нет это не это просто ну я вчера еще нас сказал что какая польза от того что об этой операции на курс на курска область стерта вот эта красная лидия что на россию нападать нельзя никто на ней нападал после гитлера но не считая китайцев под даманском до шестьдесят в этом году нет можно вот эта красная линия превратилась жирно коричневую линию которую оставляет путинский чемоданчик он думал что он ядерный навалил ядерный чемоданчик вчера была хорошая ошибка этом поводу не был ни у меня так вот мне честно говоря достаточно этой операции уже стоило того не только там дух подымать и красные линии стирать да вот мне даже из-за видео из этих видео которые я видел как россияне себя ведут вот это видео когда стоит толпа людей плачущие женщины не говорят да что ж такое владимир владимирович мы же вас поддерживали мы же своего поддерживали мы же донатили на же мужья там на донбассе воюют защищают а что же у нас не эвакуировать и не спасайте не значит то есть и и есть и отпадают это не одна такая с травмированной черепной коробкой у которой взаимоследствия как не прослеживает которая связь до между событиями то есть напали на украину аннексировали крым оккупировали донбасс и потом уже так как бы война приходит на то нет вот этих вот последовательность у нее логические цепочки и не строится их там таких состоит я не знаю человек 40 наверно мужики там бабы блин женщины и женщины поддакивает говорят да 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 как же так вторая там говорит насосковская волонтерка лишь скорая помощь она заниматься да говорит неприятно когда приезжает машина из нее течет кровь просто листья течет с нее кровь ну так вытекающие последствия от ваших действий и посмотрите пожалуйста на себя россияне глазами человека на котором на страну которого напал то есть жила вот украина моя бедненько блин нафиг но чистенько понимаете пахали мы себе там кто в европе кто в россии блин говорили по-русски как я сейчас до сих пор говорю половина страны рапа русского лояльно к россии относились не хотели в нато тут блин какому-то пляшевому гному которого поддержали просто огромное количество людей российских захотелось крым забрать там по где-то что-то увидел угрозу базу нато там еще какое-то мы уже рассказал об этом много раз мы в тринадцатом году мы отменили призыв в армию украина отменила призыв в армию в тринадцатом году у нас был на всю страну на всех силовиков там все кто с погонами минпись там где не знаю военные блин все на свете блин сбоушники миллиард восемьсот тысяч тратилась долларов в год на все ну то есть это вообще ни о чем пусть понимаете да сейчас нам один америка в этом году шестьдесят четыре по моему миллиарда долларов мы отдали ядерное оружие вам россияне вы помните об этом девяносто четвертом году вам не америки вам отдали за буду за бумажечку про бутапештский меморандум и гарантии о том что вы там защитите нас если на нас кто-то нападет ну так это же вы напали не надо защищать правильно логичность ладно да так вот что я хотел еще по этому поводу сказать какие есть опции там у путина вот мне в комментариях писали я согласен еще мой 10 мая писал уже несколько раз говорил что все говорят путин не примите ядерное оружие думаю что применит тактическое ядерное оружие так куда ему деваться ему деваться некуда такие козыри вот что ему прикажете делать вы говорите о том что он там нелогично поступает нападать на украину в тринадцатом году забирать прим это нелогично до этом не было никакого смысла понимаете жила богатела себе страна там начал рейтинг падать он поперся в украину но это как идти я не знаю в бетонный блок упереться пнуть его ногой блин ничего не получилось его сдвинуть не обойти взять его с пыру ли головой в него лягнулся в двадцать втором году он так и сделал я думаю что первая опция будет не ядерное оружие первая опция он еще может перед этим срочников мясом пускать с него останется то есть начнем с дыр вот эти затыкать не прекратилось же еще это наступление украинцев нас под на курском направлении да и это же как бы что-то надо с этим делать что с этим делать накидают он туда мясо срочников как кадыровцы себя ведут все вы видели до пленных уже хотя видели блин то есть них толку не особо то есть пойду сначала срочники потом мобилизация думаю думаю что мобилизация вполне себе опция ну а так ему надо удержать власть вы как бы не рассматриваете что правильно что неправильно что логично что нелогично козыри останется не рассматривать человек должен усидеть на троне вот этом понятие он будет делать все он будет скидывать бы он сейчас сбрасывает эти фабы блин там на этот суджу на эту да ну то есть на свою же территорию без зазрения совести совершенно он сравняет это все нахрен землю не сомневайтесь так же как бахмун там и в конечном итоге ему придется только отстреливаться ядерным оружием он седаст свою задницу и два чемоданчика один ядерный другой с дерьмом блин он свою задницу спрячет в каком-нибудь бункере ему главное чтоб до этого бункера они добрались а то что ему для этого придется ухренячить блин там полстраны я думаю что ему совершенно это до одного места так что думаю ядерка будет раньше или позже ну другой вариант кто-то уже поймешь он до красной кнопки лезет не для того чтобы пока как в этот чемоданчик блин и сетербашка ему сделали там табакерка не знаю шарфиком ну а так не обойдетесь вы ребятки без того чтобы сохранить свою страну не лишившись этого утырка хотя я лично я лично как украинец для своего государства я хочу понятно что лучше бы сейчас раз и все закончилось на самом деле я хотел бы чтобы он еще побольше доконал вот это вот невменяемую какую-то страну государство с вот этими женщинами которые говорят что ж такое мы ж так помогали вам убивать украинцев блин 14 года помогали убивать вам украинцы захватывать территорию а вы на щас плюете на нас и увозить нас не хочет что же творится что ж это такое с этой страной надо что-то делать изолировать ее как-то просто не знаю китайской великой стеной там я не знаю великим российским рвом блин все буду украина не переимаетесь